Приветствую вас, и вы знаете, эпиграфом к моему ответову вполне может послужить такое высказывание, как друг моего врага, мой враг. Знаете, когда люди ссорятся, когда люди ругаются, когда люди по сути дела выставляют каждый другого в очень негативном свете, то всегда возникает такая ситуация, что им хочется, чтобы их поддержать. И те, кто их поддерживает кого-либо в этой ситуации, как вы, например, поддерживаете своего отца, автоматически для них становится врагом. То есть вы, когда начали общаться с папой, нормально, вы тем самым, ну, откорбили, скажем так, твою маму. И понятно, что вы этого не хотели. Понятно, что вы вообще об этом-то даже и не думали. Понятно, что у вас совсем другие были цели и другие идеи, и всё. Это понятно. Но и вы пытались понять, что ваша мама сейчас настроена исключительно против вашего отца. А значит, и против всех, кто поддерживает так или иначе этого человека. Заметьте, заметьте, я не сказал о том, что, значит, поддерживает именно отца. Я сказал человека. Это очень важный момент и важное дополнение. Дело в том, что речь идёт именно о человеке как таковом. Речь не идёт о вашем отце, речь не идёт о мужах, мужа, вашей мамы и так далее. Нет. Речь идёт только о человеке. И вот вы человека поддержали того, который, по мнению вашей мамы, для неё враг. Ну, на сегодняшний день, на данный момент, по крайней мере, он враг. И в этой ситуации, в этой ситуации, конечно, мама не права. Это, безусловно, она, ну, в любом случае, не должна была она себя так вести. Но, тем не менее, она себя так вела. И от этого никуда уже сейчас не уйти, никуда этого не деться. Вот. Что вы можете сделать? Ну, по факту, вы можете на самом деле довольно немного-немного. Во-первых, вы можете в одностороннем порядке поговорить с мамой, значит, попытаться ей объяснить свою позицию. То есть, сказать ей, что... Ну, спросите у неё для начала прямо, за что она на вас обижается, почему она вас игнорирует. Вот. И после этого уже с ней разговаривать. То есть, если нужно, то объяснить ей, как и почему вы, ну, повели себя именно так, обрисовать свою позицию в данной ситуации. То есть, просто сказать, что вы поддерживаете, например, своего отца, не потому, что настроены против, например, ну, против вашей мамы, да. А вы поддерживаете отца по той причине, что считаете, что в этом конфликте, например, именно мама повела себя некрасиво. То есть, здесь важно быть честным. Честным, не юнить. Говорить достаточно прямо. И чем прямее вы скажете, тем быстрее ваша мама поймёт, что она не права, и что нужно, вот, ситуацию как-то менять, да. Нужно ситуацию как-то переделать. Естественно, не факт, что она это будет делать. Но, тем не менее, это вот то, что вы можете сделать. Реально и пока. Вот. Поговорите с мамой. Донесите до неё свою позицию. Скажите, что, по сути дела, они с папой испортили вам Новый год. Вот. Но, вы считаете, что вина вместе пепельными на отце. Это ваше мнение, и вам будет неприятно его слышать, конечно. Она хоть и хочет, чтобы вы поддерживали её, чтобы поддержали её. Но, тем не менее, тем не менее. Понимаете, ссоры подобного рода никогда не бывают единичных случаев. Ссоры подобного рода всегда имеют достаточно серьёзные корни, идущие именно из прошлого. Если ваши родители могут подсориться так, это значит, что у них серьёзные проблемы. Серьёзные проблемы вы за них не решите. Серьёзные проблемы могут решить только они сами и только через психолога. Поэтому, вы можете порекомендовать им наш ресурс, хотя бы, для того, чтобы они задали вопрос свой сами. Здесь уже непосредственно по сути своей ссоры. Потому что ссора, сама по себе ссора, это просто-напросто повод. Это форма, но это не причина. А причина в наличии конфликта между ними, этот конфликт достаточно серьёзный. И этот конфликт, он мешает и вашей маме, и вашему папе, и вам. У родителей должно у самих быть желание его как-то разрешить. Пока этого желания нет, к сожалению, нельзя говорить о том, что можно что-то поправить и как-то вам помочь в этой ситуации. Ну просто потому, что они отойдут. Ваше мама будет с вами разговаривать, возможно, вы даже с ней поговорите и всё объясните. Но проблему в глобальном смысле это не решит. Подумайте, пожалуйста, об этом. И, может быть, попробуйте поговорить с каждым из родителей по отдельности. Донести до них какую-то мысль свою. О том, например, хотя бы, что вы не хотите жить в атмосфере ссоры. И о том, что если у них есть проблемы, то эти проблемы сами по себе не уйдут. Их нужно решать. А также спросите у своих родителей, чего они хотели бы. Что они хотят, что им нужно, что им важно, что их волнует, что их тревозит. Каждого по отдельности. Потом с этим можете обратиться, например, к психологу и попробовать выработать какую-то стратегу поведения. Но вообще лучше работать непосредственно с ними. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.